Народ, всем большой привет! Приветствую вас на канале US Film MN из солнечной и жаркой Флориды непобежденной ураганом приветствую вас от всей души всех тех, кто сейчас радуется каждому дню радуются жизни всех вменяемых людей которые против всего этого бардака, который творится в мире и сегодня мы поведем речь о Toyota Sienna 2022 машина, которую я недавно приобрел себе в автопарк кто вдруг не знает, на канале впервые смотрит эти обзоры я во Флориде, город Нейпл, занимаюсь арендой автомобилей я сдаю в аренды автомобилей в основном это семейный класс SUV и минивены 7-8 местные автомобили поскольку у меня у самого 5 детей я часто сталкивался при путешествиях с тем, что мне нужен именно определенный автомобиль а компании крупные, которые предлагают свои услуги как правило предлагают автомобиль, который вы выбрали или похожий и вот очень часто вы сталкиваетесь с тем, что вам продают не тот автомобиль ну дают вареный не тот автомобиль, который вы бронировали изначально вы не всегда знаете, что не факт, что будет именно тот, который вы выбрали Именно по этой причине я создал компанию, которая, в принципе, на сегодняшний день сдает автомобили те, которые вы именно видите на картинке. При этом все знают, что есть платформа Тура, через которую сдают, но сегодняшняя моя лицензия и страховка коммерческая позволяет мне сдавать напрямую через свой сайт и через приложение, которое сейчас разрабатывается в данный момент. Помимо всего прочего, я помогаю для тех, кто находится здесь в США и для тех, кто находится вне США, подбирать и покупать автомобили, обращайтесь без проблем. Подписывайтесь на мой канал USFM Vans и сейчас я вам покажу обзор новой Toyota Sienna, которую я приобрел буквально недавно. Посмотрите процесс приобретения, в общем, все это было и все показал, как это там, что и что мы вообще приобрели. Итак, поехали, Toyota Sienna в комплектации XL и Frontville Drive, то есть передний привод, моноприводная Toyota. Итак, ребята, чтобы вы понимали, кто вдруг впервые на канале, я заслуженный Sienna-вод. Я человек, у которого есть на сегодняшний день 5 моделей Toyota Sienna и есть различные комплектации, от самой топовой платином полный привод до, ну, нет у меня L-сной комплектации, то есть Toyota Sienna. Автомобиль, который разработан американцами для американского рынка. Автомобиль, который, в принципе, только носит шильдик Toyota, во всем остальном это строго заточенный под среднестатистическую американскую семью автомобиль со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том числе, кстати, многими очень крайне консервативными решениями. Ну, Toyota есть Toyota. При этом понятно, что он должен быть надежный, максимально вместимый и, в принципе, никогда не греть голову своему хозяину. Все прекрасно знают предыдущие две генерации. Были рестайлинги, но основные генерации были две. И, в общем, до сих пор эти машины служат. Первая моя машина в США была Toyota Sienna 2011 года и купил я с пробегом 82 тысячи. В принципе, у меня есть на канале обзор моей еще первой Toyota, первая машина в США. Покупал ее сразу по приезду для семьи, поскольку я сказал, что уже пятеро детей и так далее. Нужен был максимально вместительный и надежный автомобиль. Никогда, честно скажу, до момента приезда в США, я приехал сюда из Москвы, я никогда не пользовался Toyota. Сиеной, тем более Сиеной, не считая Land Cruiser 200 и первой своей Toyota Corolla. А тут вот мне рассказали, что из Toyota Sienna. Я как бы о ней, о существовании ее, честно, не подозревал и увидел впервые в США. На рынке в США сегодня нету, спрашивают, задавали вопрос, нету Toyota Alphard, здесь ее просто не бывает. Здесь нету Volkswagen Multivan, здесь нет классического, как мы привыкли, V-класса. Есть Mercedes-Benz Metris, который совершенно внутренне не похож на привычный V-класс, не имеет опций и так далее. Очень много машин, которые, в принципе, используются в Европе, здесь в США нету. И у них есть, собственно, своя линейка. Итак, рынок США по минивенам на сегодняшний день включает несколько. Очень похожи друг на друга и очень популярных автомобилей, которые, в принципе, не так уж и просто найти в наличии в автосалоне. Это Toyota Sienna, который вам сейчас я представляю. Это Honda Odyssey, имеющий, в принципе, тоже несколько комплектаций, в принципе, практически из минивенов. В Хонде больше ничего так и нету. Это тот же самый Dodge Grand Caravan, это Lincolne, ой, простите, Chrysler Pacifica. И, соответственно, ну, по-моему, я перечислил все. Таун-кары уже не выпускаются и так далее. То есть сегодняшний... А, ну и, конечно, Kia Carnival, да, как же без нее. Знаменитая Kia. Кстати, также пользующая определенным... Пользующаяся определенным таким высоким спросом. И также вы в наличии ее не найдете. В отличие от... У меня есть сравнительный ролик. Посмотрите на мой ролик о Toyota Sienna. Я сравнивал со своей Honda Odyssey и уже говорил, что Toyota Sienna в настоящее время в США выпускается исключительно с одним силовым агрегатом. Это гибридный мотор 2,5 литра. Давайте на него посмотрим. Меня часто обвиняют в том, что я не открываю капот. Я, честно, ребята, не знаю, что там на него смотреть. Но для, как говорится, глаз народа, глаз божий. И я открою вам капот, чтобы вы посмотрели, что же у нас там под капотом, что за силовой агрегат стоит. Давайте, мне не сложно. Я вам все это сейчас покажу. Опа! Ну вот такой вот, собственно говоря, силовой агрегат стоит. 2,5 литра. И оранжевые вот эти вот все штуки говорят о том, что это, в принципе, еще и гибрид. Гибрид имеет батареи. Я их и вам сейчас тоже покажу. Кстати, полноприводная сиена не имеет кардана, а полный привод подключаемый за счет второй батареи. Давайте я вам сейчас покажу, как работает визуально агрегат. Вот вы видите здесь. Надеюсь, вам видно хорошо. От колес, батарея, двигатель. Ну и вы можете, в принципе, нажав посмотреть. Ну вот здесь вот, в моноприводной версии, вы видите, одна батарея, электромотор и двигатель. На момент движения, если я начну двигаться, он будет показывать, какие процессы происходят. То есть, в какой момент она работает от батареи, в какой момент она работает от двигателя. Вот сейчас у меня запустился двигатель, и вы видите, что он тут же показал, что начинает заряжать батарею. В отличие от системы plug-in, которая используется сейчас очень часто на многих американских и европейских машинах, то есть, с возможностью заряжаться от розетки, данная версия сама решает, когда она едет на гибриде, то есть, когда на электромоторе, а когда она едет на двигателе. Поэтому, не знаю, кому как хочется. То есть, можно, конечно, нажать вот здесь вот EVMOD и проехаться чисто на батарее, но, поверьте мне, это, во-первых, а, вы приезжаете точно меньше мили, ну, максимум, наверное, милю, и, соответственно, он, как только начинает разряжаться, тут же дает себе подзарядку и включает сам автоматический двигатель. То есть, принудительно вы разрядить батарею полностью не можете. Расход этого автомобиля на сегодняшний день, если мы говорим в метрической системе, в европейской, это примерно 6 с небольшим литров на 100 километров он тратит. В случае же американский, это примерно 32-34 мили на одном галлоне он приезжает. Ну, это пока лучший показатель из тех машин, которые у меня есть. У меня был опыт владения всех, кто давно на канале знает Jeep Wrangler, Fobae E, который был плагин. Я рассказывал о плюсах и минусах, посмотрите, это отдельный ролик. Итак, комплектация XLE Hybrid, о чем гласит надпись сзади. Я в комментариях читал вместе с вами куча споров на то, о какими опциях обладает та или иная комплектация. Итак, их несколько. Первое, LE, который зачастую не обладает ни электробагажником, ни сдвижными дверями. Кто-то написал, что LE имеет сдвижные двери. Ребята, это опционно, потому что на сегодняшний день у меня купил мой друг LE, и Siena, и у нее нет электропривода дверей, и двери, соответственно, не сдвигаются. То есть это все зависит от опции. Несмотря на то, что изначально Toyota действительно опционно закладывала в каждую версию LE, XLE, Limited и Platinum, различные, а еще XSE, различные опции, на сегодняшний день, к сожалению, из-за некоторого дефицита запчастей, связанных с военными действиями, с войной, отсутствует, точнее сказать, их. Соответственно, с этой проблемой часть функций была заменена одними на другими. Соответственно, сегодня можно встретить различные машины с разными колесами, с разными опциями и так далее и тому подобное. Что еще? Значит, что касаемо XL-E, в отличие от всех других прочих версий, у нее есть открытие задней двери багажника. Открывается он с ноги, но только в том случае, когда у вас есть ключи в кармане. Еще один момент, машина не открывается, если машина заведена. Итак, мы с вами сейчас заглушим автомобиль, возьмем ключи и я вам покажу. То есть, функция, напоминаю, очень много смотрю обзоров, где люди машут ногами и называют там даже моих любимых ребят из RAM-трака, я смотрю, как они машут ногами, там слово санкции используют. На самом деле, последние вот эти вот американские установки открытия двери без касания ногой, они делаются не махом влево и вправо, потому что вы таким образом на одну ногу встаете и теряете, как это было изначально там у фордов, да, и у первых автомобилей, а делаются движением кик, то есть вот так вот, понимаете? То есть вы просто, соответственно, махнули ногой и дверь открывается, понимаете, да? Я напоминаю это для тех, кто вдруг смотрит, потому что очень часто вижу, как люди вот так вот машут ногами, вставая при этом на одну ногу, теряя равновесие, короче, так делать не надо, кик движения, и, соответственно, она и открывается, и закрывается. То есть это очень удобно в том случае, если вы несете, например, детское крисло, поставите какую-то коробку, то же самое происходит с задней багажной дверью, вы легко вот этим вот движением открываете дверь, и у вас образуется очень большое багажное пространство. Кто-то мне в комментариях написал, ну что здесь возить, не знаю, там типа телефон ли поместится. Ребята, я ездил с пятью детьми в большое путешествие вдоль восточного побережья, до Нью-Йорка, через все штаты и так далее, и сюда помещается, ну как минимум, 4-5 чемоданов очень большого размера, потому что, ну я вам сейчас прям могу вот продемонстрировать, я могу залезть в этот багажник и совершенно спокойно здесь вот разместиться. Давайте я вам сейчас покажу. Просто посмотрите на объем багажника, я могу его даже закрыть. То есть, ребята, я сто килограмм, и во мне там метр семьдесят восемь. Блин, я здесь вообще сижу как в отдельном, то есть реально я могу здесь ехать. А если я как следует уплотнюсь, то в принципе, вот я вытягиваю ноги, вы видите, да, если я уплотню, то у меня еще сядет и сосед, и мы можем смело тут еще и поехать, короче говоря. Вот, соответственно, мы говорим о том, что очень много пространства у этого замечательного автомобиля. Вот показано, что вы держите коробку, и вот вам движение кик. И в этот момент у вас обязательно даже нарисовано для всех, что должен быть ключ в кармане. То есть, он у вас должен быть с собой. Только в этом случае сработает машина. Двумя нажатиями вы закрываете полностью всю машину, и если вы совсем не понимаете, что делать, то вы наводите на QR-код и скачиваете инструкцию по использованию вот этой вот системы. Данная машина, в отличие от моих других XLE, а у меня еще две в этой комплектации, имеет внимание раз, два, три, четыре, пять, семи местное исполнение. То есть, сидение здесь не предусмотрено. По обыкновению, вот там вот, вот в эту нишу кладется дополнительное сидение, которое устанавливается в случае необходимости. Вот здесь вот и проход, соответственно, исчезает, у вас появляется дополнительное место. Ручки вы тоже можете убрать, и таким образом у вас может здесь еще сесть, ну, ребенок, человек взрослый, вряд ли, но ребенок точно. И вот вам, пожалуйста, я всегда считал, что XLE всегда в исполнении восьмиместном. Но в этой модели мы видим с вами, что исполнение XLE семиместное, никак не восьмиместное. Простите, иногда оговариваюсь. Тоже поменялось немножко в семиместном исполнении управления, как двигать и так далее. При этом водительское сидение по-прежнему имеет электрорегулировки. Это классно, в отличие от некоторых машин, где их почему-то даже в средних комплектациях нет. Открытие-закрытие замка. Здесь эта машина имеет самое большое число подстаканев вообще в истории. То есть подстаканники у вас повсюду, везде. Здесь, здесь, здесь внизу огромные ниши для сумки, огромнейший бардачок без холодильника. Куча USB, USB-C, везде все понатыкано. Эта версия без пакета плюс, и у нее здесь нету беспроводной зарядки. В большинстве случаев она еще и есть. Кстати, еще один момент, который я хотел бы обозначить, сейчас я вам его покажу, это то, что в Сиене, в отличие от большинства, от всех, давайте так, не от большинства, а от всех автомобилей, которые на сегодняшний день минивены есть. Давайте заведем, у меня еще только пробег 72 мили. Открываем. В отличие от всех минивенов, Сиена сделала очень грамотно и очень классно. Разместила климат-контроль двух зон, и заметьте, для задних пассажеров посередине. А по обыкновению он есть либо справа, либо слева, и приходится тянуться одному пассажеру, чтобы исправить температуру для себя. А здесь размещение вот такое вот. В версии платинум у вас здесь будет добавлен, добавлены подогрев сидений. А так это полноценный климат-контроль. Здесь подогрев сидений есть только на переднем ряду. На заднем его в комплектации XL-E нет. Но при этом здесь нет и вентиляции. Кому-то она не нужна, но во Флориде это отличная опция. Тоже только в комплектации платинум. Кстати, эта комплектация, так же как и одна из моих еще XL-E, не имеет встроенного навигатора и имеет только Android Auto и, соответственно, CarPlay Auto. То есть возможность подключения по телефону. Да, действительно, я не пользуюсь. Во-первых, очень убогая сильно графика у Toyota в случае ее родного навигатора. Но и как бы нет смысла. В ней удобно, но не смертельно. Поэтому я лично считаю, что навигация как таковая не нужна. Ничего в ней такого как бы жестко необходимого нет. Что у нас еще здесь? Ну давайте посмотрим меню. Значит, у нас здесь есть и возможные приложения. Кстати, включая собственную точку Wi-Fi. То есть практически каждый автомобиль, ну за исключением, наверное, совсем базовой версии OE, имеет Wi-Fi роутер с подключенной симкой, где вы можете в поездке раздавать интернет для детей и всех, кто с вами едут в автомобиле. Что как бы классно. Remote Connect офигенная функция, просто сумасшедшая функция, которая позволяет с вашего смартфона управлять всеми вопросами автомобиля. Закрытие, открытие, обозначать команды валет, то есть чтобы машина могла двигаться только в режиме валет, когда вы ее отдали, например, где-то на парковке водителю, и он у вас не должен уезжать далеко. Вы можете обозначить границы передвижения. Ну здесь вот, к сожалению, здесь ее нет, она у меня на телефоне. Ну, как бы посмотрите, кому будет интересно, вы точно разберетесь, я не вижу смысла там, как бы, ничего сложного в ней нет. При этом она показывает каждые три, то есть каждую вашу поездку, считает, сколько вы проехали, сколько в ночное время, в дневное время, сколько километров, сколько потратили бензина. Очень исчерпывающая информация для тех, кому как бы необходимо следить за всеми этими моментами. Ну, в моем случае это просто идеально, то есть у меня готовая машина, которая, я могу отдавать спокойно в аренду, при этом понимая, что с ней в данный момент времени происходит. Что у нас еще здесь из таких? Ну, как бы, все остальное, мне кажется, очень достаточно примитивное. Один из минусов, который я нахожу в этой совершенно замечательной, уникальной машине, в этом автомобиле, это вот, ребята, вот это. Вот оно, шо, как говорится. Ребят, очень убогая, старая и слабо качественная камера заднего вида или камера 360, все это какое-то, ну, совершенно не отличающее современным реалиям. То есть любая сегодня машина имеет достаточно четкую картинку, Toyota же почему-то до сих пор не сподобилась. Но зато при этом во всех версиях есть точно адаптивный, активный круиз-контроль, который и следит за впереди идущими автомобилями, и хорошо держит полосу. То есть очень удобная функция, опция, включая сам круиз, вы можете тут же обозначить, чтобы, вот видите, она там показывает наверху, что и как. Так, сейчас, кстати, видите, EV-значок означает, что она работает сейчас в режиме от батареи, и, соответственно, я не торчу в данный момент бензин. Тоже классно, здорово. То есть все это, да, функция автосвета тоже очень классная, удобная, то есть сама включает дальний свет, если нигде не видит фар и так далее, в поворотах, то есть на темных дорогах очень удобно. Эта кнопка означает отключение электродверей, чтобы, если дети начинают баут, чтобы, не дай бог, не прищемили себе руки, можно выключить принудительно и потом включить при необходимости. Ну, все остальное вы тут, в принципе, знаете. Естественно, датчики мертвых зон, слепых зон, ну, дословно вообще называется слепых зон, потому что blind spot, поэтому некоторым мне пишут, что это мертвые зоны. То есть подогрев зеркал и вот blind spot, датчики, сенсоры, вот они, видите, тоже есть. Очень классно и здорово, функция действительно удобная и нужная. Также программируется ворота, то есть вот такие вот на въезде в комьюнити свой вы можете запрограммировать, поставить въездную группу, поставить отдельно ворота свои гаражные, то есть вот это используется практически везде. Вот видите, въездная группа оборудована воротами и дальше там есть в доме ворота, которые вы уже заезжаете в гараж. Классно, здорово, супер, тоже удобно. У меня, например, все запрограммировано. Здесь у нас люк и так далее, ничего такого. Ну, при этом вот такой вот желтенький свет, хотя и светодиодный, да. Светодиоды здесь желтоватого цвета, а вот здесь вообще, мне кажется, они даже не знают точно, может быть, и не светодиоды. Хрен его знает, но смотрится так немножечко олдскульно. Да, кстати, версии все, кроме, кроме версии Platinum Limited, имеют вот такой вот достаточно маленький экранчик Digital, а все остальное классические стрелки и все. Большой экран удобнее тем, что вы очень легко, купив эту машину, например, в Европу, да, или на европейскую часть, вы можете получить легко все измерения в метрической системе, то есть в километрах и так далее, то есть все, что вам нужно в Цельсиях. Здесь же, ну, к сожалению, вот этот экран, да, будет показываться, можно легко перевести в метрическую систему, ну, а стрелки, понятно, что вы не исправите, они так и останутся. В общем, ребят, стоимость такого автомобиля в США, сейчас большая проблема его купить, огромные очереди долго ждать, а все, что в наличии имеет плюс 5, плюс 10, иногда до плюс 14 тысяч долларов доходят оверпрайс, ну, называется у нас это adjustment market, то есть, скажем так, поправка к рыночной стоимости. Некоторые дилеры наглеют и ставят действительно очень крупную сумму, ну, а так, в принципе, MSRP-шная цена этого автомобиля в районе 43 тысяч рублей без налогов, сборов и так далее. То есть, подключить такой автомобиль в США обходится в районе 50 тысяч, 51 тысячи долларов, если мы не говорим про adjustment market или overprice, тут по-разному называют его дилеры. Еще у моделей XL-E и, например, Platinum Limited и XS и отличается передняя оптика, хотя, на мой взгляд, эта оптика смотрится очень классно, ничуть не хуже, но там она считается еще более яркой, хотя, в принципе, и этого, поверьте мне, вполне достаточно, на, если вы едете, там, по темным дорогам в темное время суток. При этом офигенно сделали Toyota, просто респект огромный, поскольку сами фары и туманки, которые вставлены, в принципе, во всех версиях, за исключением L-E, они имеют одинаковое свечение светодиодным, вот таким вот синим, ну, таким, знаете, на ксенон похожий цветом, это очень классно и здорово, молодцы, респект Toyota, вообще никаких проблем нету. Ребят, в общем, вот такой вам сегодня у меня запил обзор по этому автомобилю, какие будут вопросы, пишите, я не знаю, на момент выхода ролика, будет ли у меня предложение, то есть моя одна из Sien, Platinum, полный привод, абсолютно новая в целлофане, такой автомобиль серебристого цвета, у меня есть обзор на канале, продается, я его собираюсь продавать, поскольку в моем бизнесе он просто, ну, не нужен, он неэффективен по цене, машина дорогая, стоимостью 70 тысяч долларов, а мне, ну, нет необходимости такую дорогую машину сдавать, потому что для аренды цена базовая XL-E и дорогая Platinum для аренды не имеет значения, то есть никто не будет переплачивать за Platinum, поскольку нет в этом никакой экономической целесообразности. Все, ребят, в общем, вот такой вам сегодня ролик, я увидел, как, насколько популярна, насколько нравится эта машина, насколько даже у меня старое видео с Toyota и до сих пор конвертится, где-то там и набрало там уже что-то там 170 тысяч просмотров на канале, поэтому я решил вам запилить еще вот такой вот ролик, чтобы вы, те, кто сейчас новенький, те, кто не видел, посмотрят и получат необходимую информацию. Я на днях возьму Toyota Siena XL-E, возьму XSE, которая есть красная, кстати, она тоже продается, эта машина не моя, она принадлежит моему знакомому, и возьму Platinum, если ее до этого момента не купят, потому что вот-вот жду, в принципе, предоплаты, возможно, что машину скоро купят, и я об этом, конечно же, сообщу. Соответственно, я постараюсь запилить обзор и сравнить, прямо непосредственно поставить эти машины в ряд, комплектации мы с вами обсудим, внешность, фары и так далее, вот такое вот прям постараюсь сделать, пока у меня есть такая возможность, все комплектации в наличии, нет сейчас такого даже ни в одном автосалоне, нет такой возможности сравнения, а я постараюсь это сделать. Все, ребят, пока-пока, увидимся, спасибо, что были на канале, подписывайтесь на инстаграм, пишите свои вопросы.